МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадоэ компании Гомель у студии працуэ Натальи Ихнатенко. Глядите ухэтым выпуском. За всей краиной 15 тысяч человек у Гомели приняли удел у святочной акции «Проспеваем гимн разом». Жнево на старте. У особных районах области почалася пробная уборка зерневых. Выклик стихии, наступство урагану, який пройшел по территории Гомельской области 1 лепеня, практически полностью ликвидованы. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Больше як 130 тысяч жихаров и гостей Гомельской области стали удельниками мероприемствов до Дня незалежности. Звыше 62 тысяч з'их у Гомели. Святочная программа включала десятки массовых мероприемствов. Во усіх районах пройшли урочистые митинги, шести у складанні вянковых кветок, концерты, реконструкции и конкурсы. Кульминацией святковання Дня незалежности у Гомели стала акция «Проспеваем гимн разом», пасля якой сотнями залпа у неба над городом раскветил фейерверк. Эпицентр святочных падей – площа Ленина. Увечер для концертной пляцовки калля драматичного театра собралося калля 15 тысяч человек. Очень интересная программа была. Сейчас пришла посмотреть на концерт. Мой день сегодня начался в городе Мозырь. Я проводила его нашествие и приехала сюда на продолжение праздника уже в город Гомель. Отдельное впечатление, конечно, от концерта Сюткина. Ох, это незабываемые эмоции. Хотя бы потому, что мои родители были фанатами Сюткина. Я все детство слушал его песни. И вот спустя 20 с лишним лет я впервые увидел его вживую. И это было на самом деле очень здорово. Вядомые к каждому родке «Мы, белорусы, мирные люди» разом с всей краиной спевали люди разных поколений. Дети и дорослые, молодые ветераны. Такое одиное выконание гимна – это признание у любови и отданности своей родиме. После финального аккорда небо над Гомелем с трех кропок города раскветили огни фейерверков. А на площади Ленина на протягу омаль 10 хвилин гомельчане и гости города могли назирать прыгожий салют. Небо освятили 600 яскравых залпов. У субботу 6 лепень отбудется промая телефонная линия с начальником управления внутренних справ гомельского облаканкама генерал-майором милиции Александром Васильевым. Пытания, которые отыщутся деятельности органов внутренних справ, можно задать по номеру телефона гомеля 96-74-32. Час проведения промой линии с 9 до 11 годин. Наступство урагана, который прошел по территории гомельской области 1 лепеня, практически полностью ликвидовано. Сейчас завершаются работы по подаче электроэнергии, удачные кооперативы и вывозе сломанных древ с дворовых территорий. Наши корреспонденты сустрелись с представниками организации, которые примали наибольшую активность в делу работах. У областного управления МНС скажут, что, не глядяши на раптованность этой серьезной надвиженной ситуации, никакого эффекта нешаканности у вратовальников не было, при том, что работы приходилось выполнять разностранные. От распилуки древ у тимлику для разблокования дорог до оказания допомоги конкретным людям. В протяжении суток это были все чрезвычайные происшествия. Выезжали на помощь и оказание людям помощи в лифтах. Произошло отключение электроэнергии. 14 раз мы выезжали, люди застревали в лифтах. В одном случае было у нас в Новобелевском районе, что женщина была болезнен клаустрофобия. Она потеряла сознание, успела позвонить своему сыну. Сын, соответственно, перезвонил в службу 101. Наши подразделения приехали и уже достали непосредственно, и передали в учреждение здравоохранения. Разом с тем, некоторых неприемных ситуаций, які узникли подчас урагану, можно было позбегнуть. Размова еде обставлення людей до властной безпеки. У шести выпадках разбитые автомобили знаходзелися под древами, які изломалися. И еще одна проблема – не зашиненные в окна. Докладную лишбу, кольки их оказалось пошкодженными, никто не подлишивал. Але такие факты были. Хоть бодай наибольшь значной складанности были выкликаны отключением электроэнергии. Для того, как не допустить надзвышайных ситуаций на предприемствах, які мають небезпечные вытворчасти, ці працують у круглосуточном режиме, были задейнішены автономные крыницы энергии. А про таго, их використовували для беспрепывной подачи воды у жилые дамы. В девяти районах некоторое время отсутствовала электроэнергия. Пришлось нам использовать свои генераторные установки. То есть практически никто из жителей крупных населенных пунктов, в частности районных центров, за исключением единичных районов, практически, наверное, не заметил отсутствия воды в своих квартирах. Выники ликвидации наступства урагану сегодня подводят и у республиканским унитарным предприемствия «Гомель Энерго». Подчас разгулу стихии тут кожную годину примали от насильництва до 1200 телефонных звонков. От линии электропередач оказались отключенными 808 населенных пунктов у пимли-кушерах районных центров. Экзамены трывалось, энергетики вытремали. Основные работы можно лишить завершенными. Сделали все возможное для того, чтобы электроснабжение восстановить. Значит, на утро 3-го числа порядка 90% отключенного электроснабжения было восстановлено. Некоторые отключения остались. Это дачные кооперативы, это одиночные жилые дома, где на сегодняшний день идет тоже восстановление нарушенного электроснабжения. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Неустойливое прохладное и ветреное надборье с короткочасовыми дождями и навальницами чекается у Беларуси в ближайшие дни. Климатичные умовы будут вызначать атмосферные фронты и холодные поветренные массы, которые поступают с Балтийского моря. Температурный фон будет на 3-5 градусов ниже за климатичную норму. В ближайшие сутки в нашем регионе чекается до 13 градусов в ночи и до 22 в день. В вечере макчимы короткочасовые дожди. В некоторых районах прогрымят на больнице. Опадки и порывистый ветер так само у прогноза на выходные дни. В начале наступного дня неустойливое надборье заховается. В особенных районах Гомельской области почалась пробная уборка зерневых. Комбайны вышли на палетки, которые наибольшь значительно потерпели от спякоты. Большая массовая работа зараз ведутся на уборцы рапсу. В целом по области он убраны на полове посевных площадок. Разом с тем, уроджайность этой культуры по культура относительно невысокая, что тлумачится не с прияльными климатичными умовами. Что тычется зерневых, то сгодно с дадзенными опошнями мониторингу, они пошкоджены на 50 тысячах гектаров. Еще на 23 тысячах азимы и яровые загинули полностью. Это около 6,5% от посеянного. Для правнания, это малю троя меньше, чем было летость. На этот год еще цифра не достигла тех значений, которые были в прошлом году. Потому что в прошлом году у нас на этот период времени было 63 тысячи гибели и более 100 тысяч повреждений. Я думаю, что существенно не ухудшится ситуация в настоящее время, поскольку все-таки дожди помогли спасти ситуацию по кукурузе и по яровым культурам. У нас в трех районах не зафиксирована гибель, только повреждения. Это Светлогорск, Хойники и Чечерск. Новая погроза для экосистем Гомельской области. Специалисты прогнозуют прогрессируючая развитие чужародного насекомого шкодника – американского белого мотылька. Значная колькость этого инвазивного вида уже зафиксирована в Наравлянском, Хойницком и Брагинском районах. Зъявления заморского шкодника у такой колькости связывают с умовами надворья, устойливаясь пякотой и недохопом опадков. Белые из легкомахнатые истоты на первый взгляд выглядят бескрылдно, однако они активно пошкодживают клены и плодовые древы. На Гомельшине практикуют новый формат профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня у областного драматичного театра отбылась премьера спектакля «Выратуйте» Михаи Светлофоровича. Постановка рассказывает о правилах дорожного руха на мове детей. Инициативу театра с захвотой подтримали у Державной инспекции региона. Тут, как нельзя разумеют, любая пропаганда правилов дорожного руха будет на корысть, а тем больше в таким ярким и запоминальным формате. Сотрудники областного инспекции в любом случае за любую пропаганду безопасности на дороге и соблюдение правил дорожного движения. Особенно, в первую очередь, когда это направлено на детский контингент, когда это направлено на правовое освещение детей наших. Спектакль поставленный по одновременной пьесе драматурга Андрея Кружнова и представляет собой динамичную музычную каску об правилах дорожного руха без какой-нибудь дидактики. Все мы в этом мире пешеходы, все мы в этом мире участники дорожного движения. И поэтому говорить об этом в такой легкой игровой форме, чтобы ребята поняли, как правильно вести себя на проезжей части. Сказка очень веселая, очень милая, без нравоучений, без наставлений, потому что дети, они понимают все-таки язык добра, ласки, юмора, веселых песен. Дорожные правила подаются ненадокучливо у формы захопляльного сюжету на тему вечной борьбы добра и зла. Пьеса пропонует юным глядачам пофантазировать разом с персонажами. И в вынику каска оказывается соправдным детективом. В Гомель вернулись и серебряные призеры других европейских гульнях. Боксер Владислав Смягликов и спринтер Юлия Костючкова. Спортсмены начали рихтоваться до новых стартов. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова завитала до их на тренировки. Спортсмены, которые выступали на других европейских гульнях, подводить выники своих выступлений. Легкая атлетка Юлия Костючкова в составе сборной Беларуси отрымала серебряный медаль. Гамельчанка выступала у эстафете 4 круги по 400 метров. Беларусам не хотела несколько сотых секунд, как стать переможцами с поборництвом. Атмосфера была на европейских играх нереально крутая. Было очень много зрителей. Поддержка для Беларуси была очень огромная. Поэтому нас это подстегивало на более быстрые результаты. Все было классно. Тренер спортсменки означает, что Юля может бегать значно худшей. Зараз легкая атлетка начала подрыхтовку до командного чемпионата Европы. Далее в планах тренера и спортсменки завоевать лицензию на Олимпиаду 2020 года, которая пройдет в Токии. Серебро – это достойный результат такой. Но и тут спасибо всей команде, потому что были явные лидеры, которые сработали очень сильно, которые тянули команду к этой медали. Но где-то были чуть послабее ребята, которые тоже сражались до последнего. И в итоге пришли к этой медали. Молодцы. Еще один серебряный призер других европейских гульняв – боксер Уладислав Смягликов. На Европеаде он дошел до финала, где соступил россиянину Муслиму Гаджимагамедову. Поединок отрымался яскравым. Ни один боксер не хотел соступать иншему. Алис Смягликов не хотела физичной подрыхтовки. Спортсмен не успел одновить свои силы перед финалом и, как выник, проиграл. До речи, Уладжениц Добруша со старту Европеады лечился фаворитом. Мне кажется, нашего опыта намного было больше даже, чем у россиянина. Просто где-то был он лучшим физически. Физические качества были получше у него. А что касается опыта, техники, он ничем не удивил. Эмоционально тяжело было. Когда я бронзу завоевал, то же самое, когда и в финал я вышел. Все одинаково было. Влад с первой секунды боя, он показал и до последней, но и здесь же, опять же, проявил свои самые лучшие качества. Немножко даже больше, чем нужно там и в технико-тактическом мастерстве, и в морально-волевых качествах. Несмотря на то, что он высокого роста, он прочувствовал то, что он может выиграть именно в ближнем бою. Надо быть ярче, надо быть и в этой сфере боя более убедительным. Он смог выиграть, одержал победу и тем самым принес для страны серебряную медаль, как минимум, и финал. Зараз Владислав Смяглигов взял невеликую паузу, после которой протягнет рыхтоваться до чемпионата света «Сярод мужчин», который пройдет в Екатеринбурге. А далее будет смагаться за лицензию на Олимпийские гульни. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Это и так сама иншая новинка. Вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. А на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела об изнасиловании 20-летней гомельчанки. Преступление совершил мужчина, отметивший таким образом свое освобождение из колонии. Он отбыл срок в России и по возвращении в Гомель совершил целую серию нападений на женщин. Бывший осужденный стал искать жертв сразу после нескольких бутылок спиртного, которые распил на пару с приятелем. На улице Советской он напал на 33-летнюю женщину и жестоко избил ее. А через неделю повторил налет на проспекте Космонавтов, где подкараулил 20-летнюю студентку из Речицы. После удара по голове она потеряла сознание, а преступник оттащил ее к ближайшему озеру, изнасиловал и забрал из кошелька 5 рублей, которые потом проиграл в игровых автоматах. Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в числе которых хулиганство, изнасилование и разбой. Едва не сбил детей на пешеходном переходе. В Гомеле водитель «Опеля» не остановился, чтобы пропустить пешеходов. Это запись видеорегистратора соседнего автомобиля. По пешеходному переходу, начиная движение подростки, машины останавливаются, но только не зеленый «Опель-Универсал». Объезжая велосипедиста, он едва не наехал на детей, которые пересекали дорогу пешком. Те чудом отскочили, а автомобилист продолжил движение. Хороший видеоповод для ГАИ, чтобы начать проверку. Один погибший, четверо спасенных. Пожар в деревне Рудня Музырского района унес жизнь 40-летнего мужчины. Его соседку с тремя детьми удалось спасти. Сообщение о возгорании квартиры на улице Советской спасатели получили около двух часов ночи. По прибытии на кровати в горящей комнате они обнаружили хозяина квартиры. Его передали медикам, однако те лишь констатировали смерть. Параллельно проводилась разведка всего дома. Из соседней квартиры спасатели вывели в масках 30-летнюю женщину с тремя ее несовершеннолетними детьми. По предварительной версии причина возгорания – неосторожность при курении. Накануне пожар уничтожил склад сено в Рогачевском районе. Не исключено, что это был поджог. О возгорании в службу спасения сообщил местный сторож. По его данным, там находилось 340 тонн сена. Здание сеносклада 1975 года постройки. Не электрифицировано. Пожар потушили спасатели. Огонь уничтожил все содержимое склада и кровлю. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Точно известно, что источник зажигания попал на место происшествия извне. Эта же причина возгорания рассматривается и в случае, который произошел в поселке Цагильня Гомельского района. Там горел склад с продукцией деревообработки. Пожар уничтожил 25 кубометров готовой продукции. Это блокхаус, половая доска, брус, межкомнатные и входные двери. Также повреждены два станка по производству сетки рабицы и кровля склада. Пострадавших нет. У сотрудников МЧС имеется несколько версий возникновения пожара. Это могло быть проявление сил природы или поджог. Такой обзор к этому часу. У меня все. Оставайтесь на Беларусь-4. Славия сообщила о подписании новичков. Состав мозырской команды пополнил украинский защитник Андрей Сорокин. В минувшем сезоне футболист выступал за команду «Мир» из второй лиги украинского чемпионата. Форвард Денис Тетех перебрался в Мозыри с чемпионата Египта. Полузащитник Франсис Нарх, также пополнивший ряды слави, выступал в турецком чемпионате. Евгений Соломонов сменил «Гомель» на «Металлург». Хоккеист подписал соглашение со Жлобинским клубом. Форвард защищал цвета команд хоккейного клуба «Гомель» полтора десятка лет. В минувшем регулярном чемпионате Евгений Соломонов отметился 27 результативными баллами в 48 матчах за «Рыси», а также 13 очками в 10 матчах после сезонного турнира развития. Завершился чемпионат Беларуси по пляжному волейболу среди инвалидов по слуху. В турнире участвовали мужчины и женщины, всего 8 команд. По итогам соревнований женская сборная «Гомельской области» завоевала серебро. В ее составе выступали Татьяна Отрощенко и Алина Павлюкова. Мужская пара Иван Кряжев-Сергей Карачук поднялась на третье место. По результатам турнира лучшие волейболисты получат возможность попасть в национальную команду Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».